Приветствую! Перед началом видео хочу порекомендовать вам сервис Бандеролька. Это доставка различных товаров с разных западных сайтов, таких как Amazon, eBay и так далее. Между прочим, в последнее время на моем канале регулярно проходят стримы. И я надеюсь, что через полтора месяца мы начнем стримить. Будет целый ряд стримов из Санкт-Петербурга с разборками двигателей 1JZ. И такую возможность я имею именно благодаря сервису Бандеролька, потому что именно они помогли мне приобрести стримерскую мою штуковину коробочку, которая позволяет на профессиональном уровне посылать высококачественный видеосигнал прямо на YouTube. Ребята помогают вам приобрести любой товар с разных западных сайтов, таких крупных как eBay, Amazon и различных других сайтов. Вы можете сами оплатить товар, и они помогут вам доставить его в РФ. Либо же у них есть услуга как помощь при покупке. Если вы не можете по каким-то причинам сами оплатить товар на этом сайте, они полностью его выкупают, запаковывают в посылку и отправляют вам. Также вы можете заказать товар с нескольких сайтов, и они все это запакуют в одну упаковку и отправят вам. Упаковка, кстати, хорошая, большая, качественная, такая, что если посылка, не дай бог, пойдет со стола, ничего с ней, с содержимым ничего не должно произойти. В этом ребята стараются, за что им отдельный респект. Все ссылки в описании, проходите и получайте свою скидку. А мы продолжаем. Цикл познавательных и полезных видео, как проверить герметичность головки на примере 406. Для этого нам понадобится, ну, сама головка, собственно, технология очень простая. Ну, в моем исполнении я беру старую, ну, прокладка у меня новая, я просто не пользуюсь, можно брать старую прокладку, она нужна для образца. Потом у меня здесь находится кусок столешницы, их обычно выпиливают, когда ставят разные мойки, и очень полезные вот эти вот вещи. Я их собираю, из них полки в гараже делаю. Но не суть. Значит, что нужно сделать? Я прикладываю сюда прокладку. Так, можно... Нас интересует исключительно система рубашка охлаждения. То есть можно ее как-то вот так вот приложить, то есть вне зависимости на маслоотток с одной стороны, механизм ГРМ, то есть нас интересует вот эта часть. Соответственно, я ее обрисовываю, размечаю 10 отверстий, которые должны быть в последующем просверлены под болты и небольшое углубление, чтобы оно было впадать, хотя не обязательно, то есть в зависимости от длины. И потом, ну, соответственно, нужно вырезать кусок, чтобы лишнего не было. Ну, если вас, скажем так, не смущает, можете лишнее оставить. И очень желательно обязательно вот здесь вот, в камере сгорания, то есть вырезать отверстия, ну, такие дыры сделать. Не обязательно, чтобы они были идеально там круглые и четко были по прокладке. Это нужно для того, чтобы увидеть с этой стороны, есть ли где-нибудь в канале, там, между седлом, каналом, или там между свечкой, резьбой под свечку, какие-то негерметичности. И потом по технологии нужна камера. Ну, это у меня, например, камера Жигулевская. Можно брать более людскую резину. Это просто то, что у меня было. Сейчас еще посмотрю, что у меня есть. Соответственно, нужно ее разрезать, проложить на вырезанную поверхность, одеть головку и скрепить ее болтами. Сверх сильно затягивать ее не нужно. Этого абсолютно хватит для проверки. И там вот этой резины, то есть герметиком ее ставить, то есть тоже этого не нужно делать. Этого абсолютно должно хватить. Для того, чтобы все разметить, я просто прокладку покрасил, ну, так, немножко с баллона, с грунтовкой, чтобы лишний раз там не париться с разметкой. И камера. Камеру, конечно, желательно. Я взял еще здесь мотоциклетную. У меня есть где-то новая. Надо желательно брать новую, потому что резина, она новая, и не такая дубовая. Вся головка закрывается, то есть вот эта вот поверхность, это весь приток охлаждающей жидкости, жидкости по конструкции. То есть больше никаких дополнительных штуцеров здесь нет. С одной стороны, здесь есть выход в охлаждайку, но он с завода, вот он закрыт, тут прокладка, но я не знаю, тут что-то она как-то не герметична. А, кстати, кстати, вот я только что, пожалуйста, на ваших глазах выявил косяк. Головку размораживали. Вот она прокладка, и то, что ее варили, а вот здесь вот она болтается. То есть вот эту вот крышечку ее деформировало. Возвращаясь к теме, то есть вот уже косяк выявился, значит, закрывается вот эта часть, это основной момент. С той стороны, по идее, если там все нормально, там стоит крышка, нужно будет ее отдельно закрыть. И единственное место, где есть выход охлаждающей жидкости, это вот это окно, где ставится термостат. Сюда мы и будем, покажи, пожалуйста, у нас есть вот такой вот кусок алюминия. Вот мы по прокладке прямо размечаем. То есть эта прокладка там же будет стоять. Мы здесь просверлим дополнительно, то есть, соответственно, крепление. И здесь штуцер должен быть, куда будем загонять воздух. Вот эта ситуация называется облом, когда так вроде сначала и не видно. Хочу заметить, во-первых, то есть крышка, во-первых, она деформированная, то есть даже на глаз видно, что ее там подорвало, то есть вокруг вот этого болта. И помимо этого, то есть здесь, попробуем так фокуснуться, здесь есть вон трещина. Ну, эта трещина вот здесь вот, это самая маленькая малость, которая может быть. Самое главное, это вот это. Вон она подорвалась, и, соответственно, с этой стороны у нас прокладка вот ее выперла. То есть это вот именно те самые повреждения. Кстати, вот это не болты, которые здесь стояли, вот это болт нижний. И он почему-то открутился здесь очень легко. Я боюсь, чтобы тут резьбу ему не подорвало, хотя, ну, он вроде бы не сильно деформирован. Я хочу заметить, что он весь ржавый. А, он, кстати, деформированный тоже. Вот он, ну, я не знаю, наверное, не сильно видно. Хотя нет, видно, вот он косой, немножко так в сторону смотрит. Он ржавый. Вот эти болты, они не ржавые. То есть вот он контактировал с охлаждайкой, и вот еще раз-два болта, и они поржавели. То есть ставьте на медную смазку, чтобы вот такого не было. Потому что часто бывает так, что он обламывается, как раз вот они, раз, два, три, вот эти болта, которые контактировать должны были с охлаждайкой. По идее, этот, но этот, видимо, до него не дошло. Кстати, один из моментов, как вот эти вот вещи ставить, ну, не только эти вещи, а вообще подобные. Вот эти прокладки, которые используются на 406-м движке, ну, не только вообще на совковой технике и постсовковой. Я не знаю, с чего они делают, из какого дерьмища. Но, во-первых, они ни черта не держат. Но когда ты разбираешь двигатель, то они не отклеиваются, то есть они просто там на уровне диффузии врастают, и надо их все сошкрябывать. Но для того, чтобы этот момент более облегчить, совковая технология заключается в том, что берется камень отточила, немного смачивается водой, и поверхность, которую нужно. И вот так вот он немножко трешь, ну, то есть предварительно ножом его, естественно, он почистил. Ну, и так, чтобы там совсем уже сгладить. Сильно там поверхность повредить этим нельзя, ну, то есть, если там какие-то зазубрины, там еще чего-то. Но, тем не менее, она будет, самое главное, чтобы здесь она была ровная. То есть, если наносить, допустим, с герметиком, все, герметик отлично держит, но если будут какие-то неровности, особенно если где-то выпуклость будет, то оно может так не обжать, и герметик потом у вас выдает. Ну, вообще, при сборке движка. Вот. И здесь вот это вот все нужно. Вообще, я вот этим вот способом чищу. Раньше, по крайней мере, на таких движках, когда брал их в работу, я чистил поверхности под коллектора. Коловка подготовленная, значит, здесь у меня следующая задняя пластина стоит. Она вот, видно, что она отблескивает. Я советской технологией ее пошкрябал, ну, почесал камень, то есть, она более-менее ровная. Не везде, конечно, вот здесь вот яма, но, тем не менее, я с герметиком все должен поставить. И с прокладками, вот у меня прокладка одна, прокладка вторая. Так, тут же самое касается вот этой вот части, которая со штуцером, то есть, ставится. Дальше, значит, здесь мы хотели сначала поставить резину, но потом мы посмотрели, что для теста хватит абсолютно. Вот эта столешница, она довольно прочная, и тут сверх каких-то усилий нет. В общем, нужно ее просто смазать герметиком и поставить на герметик. Ну, точнее, головку смазать герметиком и прикрутить эту столешницу. Здесь были просверлены отверстия, соответственно, окна. С этой стороны у меня здесь в потай было просверлено. Это батя все делал для того, чтобы у нас болты просто определенной длины есть. Вот. Для теста герметика здесь абсолютно хватит, то есть, более даже чем. К тому же у меня просто остался, это более, скажем, ну, это менее трудоемко. И тут у меня остатки герметика. Я как-то показывал в видео, что можно сделать с остатками Виктора Рейнза, когда он уже заканчивается, тут его можно вскрыть. И тут как раз хватает именно вот на такие черновые работы. То есть, так на сборку, ну, в принципе, тоже можно, если там поддон, например, ставить. Ну, так, то есть, это такой герметик, то есть, он вроде и есть, и его в то же время. Значит, хочу показать следующее. Я хочу показать поверхность головки. Дело в том, что перед тем, как, ну, то есть, подготовка поверхности заключается в том, чтобы ее почистить, естественно. Ну, почистить заключается в том, чтобы убрать лишний нагар и все. Для этого я брал камень и то же самое, как я рассказывал, чесал его, эту головку с водой. К сожалению, именно этот элемент у меня на видео не записался, потому что закончилась память на моей GoPro, а я этого не заметил. Но это не страшно. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Здесь есть яркие поверхности. давайте вот на этом вот пятачке, на этом примере я вам покажу. Вот я приближаю камеры, приближаю, и видно, есть потертости, то есть, контакт с камнем. Но есть места, где контакта с камнем не было. Соответственно, вот они, вот они, ямы. То есть, вот это, вот это провал полный. То есть, камень контактировал здесь с вытесенителем на краю и на краю головки вот прямо, прямо с этой стороны. Здесь провалы. Здесь хочу заметить, что на всей головке вот такие вот провалы. Вот с этой стороны яма, то есть, не было контакта. То же самое это касается спереди системы охлаждения. И я хочу даже продемонстрировать, то есть, вот это к чему показывают? Потому что, снимая головку, в любом случае, ее нужно фрезеровать. Она будет кривая. Тут, кстати, еще что-то попадало, и здесь даже был плохой прижим, видно. Ее нужно фрезеровать. Вы снимете здесь буквально десятку, ну там 7 даже соток, и она уже у вас должна быть ровной. Но вот она имеет такие провалы. Хочу продемонстрировать это вот таким вот приспособлением. Так, лекальная линейка у меня есть. Не всегда бывает это видно именно линейкой. Вот смотрите, я ставлю ее, попробуем так сделать, я ее ставлю к головке, и хочу заметить, что здесь не особо, ну то есть, это настолько, вот, ну там есть, вон он просвет, немножко видно, я надеюсь, в камеру. Но суть в том, что есть намного больше провалы. И вот если здесь вот ее поставить, вот такие вот мелкие-мелкие рытвинки, ну, ямочки, их можно не заметить. Даже вот этим вот приспособлением. Например, штанген приложить сюда, ну, я говорю, давайте где-нибудь здесь. Ну, здесь, например, яма конкретная, сильная, здесь вон просвет здесь виден. Но здесь она большая по поверхности, по площади, то есть, хочу обратить ваше внимание. А где-нибудь в других местах, например, вот здесь, вот здесь, например. ну, то есть, вот плохо видно, что там есть какие-то проблемы. То есть, на глаз видно, что вроде как там хороший контакт. Я это показываю к тому, что иногда бывает, человек снял головку, приложил штанген, вместе линейка, можно штанген прикладывать, тоже можно увидеть. То есть, человек приложил штанген и линейку, посмотрел, сказал, да, головку у тебя ровная, собирай, ставь. Человек поставил, не сразу, покатался где-то 5-10 тысяч, может быть. И потом, в какой-то момент, опа, и пробило прокладку головки. И непонятно. Капиталку сделали, проехал довольно много, то есть, 5-10 тысяч проехал, то есть, не сразу же это случилось. То есть, какие вопросы к сборке, ну, то есть, к мастеру? Никаких, то есть, проехал уже. Но прокладку пробивает. человек меняет, опять может, вот с этой головкой, опять так, можно кататься, там, 5 тысяч, и нормально. И потом прокладку опять пробивает. А все потому, что головка кривая. Это первым моментом, то, что я показал. И еще нужно проверять, ну, это более, скажем так, мерительное самостоятельно, должно быть чуть больше, чтобы показать. головка может быть иногда деформирована, она даже вот камнем, ты так провел, может быть даже контакт, но она может быть в виде пропеллера, то есть, одна плоскость, вернее, начало головки плоскости в одну сторону завернуто, а конец в другую, то есть, таким вот пропеллером, лопастью. Это тоже нужно учитывать, такая головка тоже не обожмется, то есть, смотря, насколько сильная деформация. Поэтому, я это все рассказываю к тому, что при разборке, если вы себе делаете двигатель, не задумываясь, несите головку на фрезеровку, снимут там десятку, соток пятнадцать, да даже две десятки, вы никак это не почувствуете, ни в расходе топлива, ничто у вас не изменится, то есть, очень многие боятся, что там степень сжатия изменится, вы тут даже можете миллиметр снять, вы особо не почувствуете каких-то сильных изменений, то есть, хотя бы, я это говорю к тому, что десятку, если вы снимите, это гарантированно нормально, то есть, десятку, там пятнадцать, ну, как чисто, то есть, говорит, что как чисто, чтобы поверхность была чистая, иногда семи соток достаточно. Поехность головки я обезжирил, так как и эту деревяку, вот здесь, я вытащил эту штуковину, запорную из герметика, сейчас попробуем так выдавить его, если он оттуда пойдет, какие-то остатки. Ну, что, какие-то остатки, это уже совсем-совсем остатки, они выходят оттуда. тут главное нанести. Он, кстати, вот этот герметик, можно подумать, что это несколько расточительно, с моей стороны, смазывать тут все герметиком, но я вам скажу, что вот этот герметик, он уже очень старый, он давно у нас стоит, очень давно, мы его как-то забыли за него, и он уже, только когда берешь герметик новый, ну, свежий, и руками трогаешь, то он такой, ну, мягкий, пластичный, а этот такой, ну, он не застывший, конечно, но, в общем, на движок его ставить, что-то мне неохота. Не то, чтобы я там сильно переживал, но, вот все вот эти вот каналы возле охлаждайки, если там что-то попадет герметик внутрь, это не страшно, его всегда можно оттуда вытащить, ну, перед монтажом, естественно, головки. Главное, тут вот все заделать, чтобы потом не начало непонятно откуда травить. вот эти вот все, ну, там, отлично, вот так вот, о, отлично, так что, герметик, даже с пользой не уйдет, просто так, в небытие. Так, главное все вот эти штуки загерметили. Вообще, конечно, можно сделать, если этим более заняться, скажем, профессионально, то есть, если у вас не одна головка, то можно все это делать, сделать на более цивилизованном уровне, то есть, какую-то резиновую взять, ну, резиновый лист есть, такие продаются, вырезать из нее прокладку, ну, то есть, приложить, вырезать, даже можно на лазере вырезать, если там совсем, ну, чтобы было нормально, так, есть, 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 тут маслоканал, маслоканал нам, в данном случае, не нужен, все, везде все, облепил их герметиком, так, ну, где-нибудь мы его здесь, выможем, естественно, ну, даже эта штука еще, может быть, на какие-то еще, а, как на какие-то, вполне конкретно, надо еще ставить, вот эти вот, алюминиевые штуковины, так, дальше, еще раз, все у меня тут загерметизировано, все залепили, вроде неплохо залепили, и берем, вот эту вот, штуковину, устанавливаем, сюда, так, давай, болты, хочу заметить, что здесь уплотнение, очень хорошее, герметиком, остатки, естественно, вышли, теперь нужно поставить, вот эту вот, часть, которая здесь, ее можно ставить, с герметиком, но, так как, вот эта пластина, я показывал ранее, что она, немножко, деформированная, я ее, буду ставить, с прокладкой, родной, которая есть, вот она, ее, в принципе, можно уже, даже без герметика, ставить, ну, что нам, все равно, не жалко, этот элемент, встал сюда, отлично, мы здесь, еще до этого, подпиливали, немножко, чтобы они, не прикасались, друг к другу, и остался, финальный элемент, сюда, на термостат, вот он, со штуцером, штуцер, я еще здесь, не затягивал, но, у меня, косовато стоит, но, в данном случае, то есть, он затянется, и будет нормально, стоить, для подачи, воздуха, с компрессора, та же самая технология, прокладка, герметик, 2М8, проверочная емкость, у нас будет вот эта бочка, ну, у меня просто тазика нет, у этой бочка, в общем, она у нас стандартная, будем по половине ее туда окунать, собственно, сама конструкция, батя скручивает бугеля, она вообще проходит с бугелями, но, для простоты, в общем, батя скручивает, далее, у нас компрессор, и, вот такая вот штуковина, это ниппель с камеры, ну, или с колеса, и на штуцер, то есть, соответственно, сюда воздух загоняешь, и он там остается, технология мега-мега турбо простая, но и в то же время, очень надежно, и, соответственно, можно будет его, он короткий, чтобы его туда всунуть, вот, если он тут где-то будет травить, это не страшно, он это будет сразу видно, там, по пузырькам, к тому же, хочу заметить один, немаловажный момент, вот, подобные вещи, с проверкой на герметичность, желательно проводить в, хорошо освещенных помещениях, ну, мы на улице это дело делаем, и желательно очень в таре, которая белого цвета, ну, чтобы вода была максимально прозрачная, чтобы ты видел эти буки, потому что, если она будет черная, и будет где-то в угловку, стоять в, в комнате, если там какие-то мелкие пузырьки, будут собираться, это можно сразу не заметить, просто, скажем, есть печальный опыт, так, да, вот он, вот этой штукой создавать, 3, 2 атмосферы, да нет, тут достаточно, вообще, он показывает тут немножко неправильно, у меня этот манометр, он врет на единицу, тут достаточно, ну, можно туда вдуть, конечно, и 6 атмосфер, но, тут, тут достаточно, одну, две, то есть, не надо, много, много, о, ё-моё, без воды видно, как она сифонит, все, вафли головки, она треснула полностью по выпуску, ух ты, блин, я испугался, аж ведь, для большей демонстрации, мы тут погрузили все в воду, вот так, ну, давай, вон они, трещина, так, теперь, стоп, подожди, пока нету, сейчас мы попробуем показать лучше, там, наверное, бульбашки и ничего не видно, ну, короче, вон она, тут трещина идет полностью, а, кстати, ее было не видно, вот, пока мы не надули ее, так что, жаль, надеюсь, как-то это показать, давай, дуй, вон, вон она, о, прямо на камеру, да, так это, там она вон вся полностью, по направляющим, да, да, вон, вон, вот здесь, смотри, вот здесь, вот здесь, ой-ка ты дуешь, а это отсюда, вот это отсюда, а, а, вон, короче, ну, вон они, трещины, вон она, трещина, для пущего эксперимента, мы хотим, налить воду, о, пошел фонтан, и вот здесь, Женя, посмотри, и вот здесь течет же, о, прямо аж такой запах, как она в лозе фонтана, ну, короче, все понятно, Собственно, в гаражных условиях я вам продемонстрировал, как можно проверить на герметичность головку, ну, в принципе, таким же образом можно проверить блок, конечно, если вы проживаете в каком-нибудь крупном городе, и у вас много под боком контор, которые занимаются прессовкой, то вам, в принципе, наверное, проще будет отвезти туда головку, заплатить каких-то небольших денег, и вам скажут, что и как, но если вы живете где-то в пригороде, или, в общем, подальше от цивилизации, у вас нету прям такой возможности, и вы занимаетесь ремонтом, хотя бы себе и друзьям, то вам есть смысл сделать вот такую вот приспособу, все очень легко и просто, в общем-то, сделанное в прямом смысле из деревяшек, и кусков металла, это можно применить технологию на любую головку, то же самое можно на блок, сделать, кстати, одну и ту же вот эту вот запорную деревяшку, можно как на блок ставить, на головку, так и на блок ставить, только прикручивать болтами к блоку, и, соответственно, проверять все на герметичность. Хочу заметить, что головка очень, ну, там она треснула вообще, как крайне, ну, в общем, восстановлению она не подлежит, и в начале, до этого я ее очень тщательно осматривал, ну, я на видео это не снимал, но просто еще до этого в Питере, мы с Кирюхой ее рассматривали, и не было видно трещин, то есть, когда она треснула туда масло, вот эта вот грязь, кокс затек, все, и не было видно, и только когда мы дали туда давление, то есть, увидели, что что-то там начало, вот какое-то началось шевеление, поэтому, это далеко не бесполезная процедура с проверкой на герметичность. В данном случае трещина была очень такой, ну, большой, то есть, все, головки кранты, но если сделать, более, скажем, взять правильное крыто, так они не бочку, а более такой продолговатой, чтобы ее можно было туда положить, и хорошо наблюдать в районе, там, седел, отверстий под свечку, и так далее, то можно более тщательно, соответственно, проверить головку, и еще раз напоминаю, что очень желательно, чтобы емкость была белого цвета, потому что, я лично наблюдал, такие варианты, что в темном корыте, ну, не очень хорошо видно, если где-то какие-то мелкие пузыри будут. В общем, на этом у нас все. Кстати, напоминаю, не забывайте о такой вещи, что у нас, в нашем интернет-магазине теория dvs.com можно приобрести качественное, хорошее, самое главное, неразбавленное, моторное масло, синтетика и полусинтетика, 5w40, 5w30 и 10w40, все ссылки в описании. А у меня на этом все, благодарю за внимание. Что это у тебя такое? Это мне Женя подарил брелок. Ну что это? Почему это? Это теория dvs, у него канал с дохерищем подписчиков. Если вы хотите услышать, что это такое, подписывайтесь на канал dvs. Колокольчик, лайкайте, рассказывайте мамам, бабушкам, папам, и все будет вам добро. Да, не будете знать, что это.